Детей отказываются перевозить водителя общественного транспорта, работающие на загородных маршрутах. Мама с грудными детьми в безвыходной ситуации. Школьники часами мерзнут на остановках. Шоферы боятся штрафа за перевозку несовершеннолетних без удерживающих устройств. Сегодня мы выяснили, собирается ли кто-то из причастных структур решить эту проблему. И вот что у нас получилось. Разве что гадать приходится этой женщине с ребенком. Водитель маршрутки может не пустить их в салон из-за того, что внутри нет автокресла. И такие случаи уже были. Однако о приобретении удерживающих устройств перевозчики даже не задумывались. Нам смысла его нету. Примерно в обед человек 10 детей. А я куда? 10 кресла я не могу купить. А потом все, потом взрослые люди ездят. Поэтому нам это не выгодно. Но кто же может обязать маршрутчиков закупить автокресла? По идее, они находятся на рынке оказания услуг. Теоретически отношения поставщика и потребителя регулирует Роспотребнадзор. Но на практике все не так просто. В данном случае, вот эта ситуация, так скажем, решение этой проблемы не относится к компетенции управления Роспотребнадзором Паруковской области. Поскольку в данном случае пассажир не приобретает билет и услуга ему не оказана. Все, что касается перевозок, транспортных перевозок, оборудования, места, качества, это не относится к компетенции Роспотребнадзора. Получается, что в такой же ситуации могут оказаться пассажиры с детьми в Иркутске. Потому что билеты в маршрутке не нужны. А как оказывается, во время городских перевозок у водителя должны быть автокресла. Иначе штраф 3000 рублей. Водители транспортных средств, а именно междугородного, городского, пригородного сообщения, выходя в рейс, обязаны иметь у себя в комплекте с транспортным средством несколько таких удерживающих устройств. Обязывает закон. Мы контролируем выполнение этого закона. В итоге приобретение автокресел целиком и полностью лежит на совести перевозчиков. Но если он отказывается вести ребенка из-за страха быть оштрафованным, то за это он не понесет ответственности. Заставлять устанавливать устройство тоже некому. Сегодня, несмотря на угрозу штрафа в 3000 рублей, водители маршруток возили детей в садоводство. А все потому, что на выезде из города не было сотрудников ГИБДД. Но в любой момент ситуация может измениться. А значит, что нет никаких гарантий, что после школы дети смогут попасть домой. Павел Марчуков, Владимир Пинаев. Новости по будням. Новости по будням.